Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Как сообщил сегодня Государственный герой, в статистике на 24 августа зерновые без кукурузы скошены на площади около 64 миллионов гектаров, что составляет 59% посевов. Обмолот произведен почти на 54 миллионах гектаров. В целом по стране сейные и естественные травы скошены более чем на 75 миллионах гектаров. Сено заготовлено свыше 69 миллионов тонн, что превышает уровень прошлого года. Сегодня земледельцы Ростовской области ведут продажу зерна государству в счет третьего миллиона тонн. Успешно справились с первой заповедью многие колхозы и совхозы Сальского, Зимовниковского, Азовского, Зерноградского, Орловского, Пролетарского и Тарасовского районов. Сейчас они ведут сверхплановую реализацию зерна. В этих районах большое внимание уделили интенсивной технологии возделывания зерновых колоссовых, что позволило выстоять в сложных погодных условиях. И все же хлеб выращен хороший. Урожайность в целом по области превосходит предыдущие годы. Сейчас одна задача. Все выращенное сохранить. Центр работ с полей перешел на така элеваторы, которые работают круглосуточно. Тысячи тонн зерна отправляет ежедневно в центр страны по железной дороге и судами Волгодонского речного пароходства коллектив Ростовского элеватора. Для того, чтобы ввести загрузку судов независимо от погоды, здесь оборудовали погрузочное устройство дополнительными рукавами. Казалось бы, небольшая рационализация, но она позволяет избежать простоев, сберечь десятки центнеров зерна. В эти минуты, когда вы смотрите репортаж, теплоход Ярцева взял курс на Кинишму. Жатва ранних колоссовых в Ростовской области завершается. Хлеборобы Дона ставят задачу выполнить народно-хозяйственный план и поставить государству 3 миллиона 100 тысяч тонн зерна. На полях зреет хороший урожай кукурузы на зерно, сорга, проса, риса. Продажа зерна государству продолжается. Обычно в это время у нас в Литве из свежей ржаной муки уже пекут хлеб, а нынешняя уборка началась почти на три недели позже обычного. Весь пар комбайнов, которым располагает хозяйство республики, одновременно двинулся на поля. После нескончаемых дождей из-за туч появилось солнце. Правда, поля во многих местах еще не просохли, но больше ждать нельзя. Мы побывали в колхозе Рамигала Паневешского района. Здесь на комбайнах установлены полугусеничные шоссе, спаренные ведущие колеса, приспособления для уборки полегрих хлебов. Агрегаты не простаивают ни минуты из-за отсутствия горючего или, скажем, по вине службы технического обслуживания. И все же светового дня недостаточно. Уча слишком мало времени природа отвела для нынешней жатвы. При Балтике не юг. По вечерам здесь выпадает роса. Но в Рамигале решили работать и ночью. И оказалось, что можно использовать этот резерв. За несколько суток убрано уже половина хлебов. Каждый гектар дает более 38 центнеров. Для сушки зерна в этом и других хозяйствах используют сараи, гаражи, хранилища корнеплодов. Там установлены дополнительные мощности активного вентилирования. В том числе вентиляторы, которые обычно применяются для сушки сена. Но если и этого мало, приходится запускать агрегаты травяной муки. Правда, себестоимость зерна от этого возрастает. А людям, работающим в подрядных коллективах, не все равно, сколько стоит продукция. Но механизаторы понимают. Речь идет о спасении зерна. Сегодня состояло заседание Совета министров СССР, на котором рассмотрены проекты государственного плана экономического и социального развития СССР и государственного бюджета СССР на 1988 год. Отмечено, что проект плана по общеэкономическим показателям в основном соответствует заданиям пятилетнего плана и направлен на реализацию выработанного 27-м съездом партии «Стратегического курса по ускорению социально-экономического развития страны». Приняв представленные проекты за основу, правительство СССР поручило Президиуму Совета министров СССР, руководствуясь решениями июньского 1987 года пленума ЦК КПСС, а также заданиями 12-го пятилетнего плана, продолжить работу над проектами плана и бюджета на 1988 год. После доработки проектов плана и бюджета на 1988 год Совет министров СССР представит их на рассмотрение Верховного Совета СССР. В работе заседания Совета министров СССР приняли участие товарищи Воротников, Слюньков, Талызин. На заседании выступил товарищ Рыжков. Подробный отчет о заседании Совета министров СССР будет опубликован в печати. Сегодня в подмосковном городе Электросталь состоялась конференция работников просвещения и профтехобразования. Предметом обстоятельного разговора явилась необходимость существенных сдвигов в организации и содержании деятельности школ и профтехучилищ, обновления и демократизации всех сторон учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческого потенциала учителя. В выступлениях первого секретаря горкома партии Шабунина, заведующий Горано Рубановой, директора школы Сосина, директора СПТУ Недопеки, учительницы Кострюковой и других подробно и самокритично анализировались конкретный опыт проведения школьной реформы, практические пути и меры ее дальнейшего осуществления. На конференции выступил Егор Кузьмич Лигачев. Уважаемые товарищи, в нашей стране стало доброй традицией ежегодно в конце лета обсуждать школьные дела, проводить, я бы сказал, Всесоюзный совет учителей с участием общественности, широкий смотр готовности советской общеобразовательной школы к новому учебному году. На работу нынешних педагогических совещаний сильное воздействие оказывает вся политическая и духовная атмосфера перестройки, в которой живет наше советское общество. Как известно, июньский пленум Центрального комитета партии подытожил работу партии за истекший период после апреля 1985 года обосновал необходимость и раскрыл реформы в области экономики. На пленуме подчеркивалось, что перестройка одержала идейную моральную победу, что она пошла и вширь, и вглубь. Есть ли гарантии того, что намеченные реформы будут проведены полностью и, как говорят, без деформации и отступлений? Есть такие, товарищи, гарантии. И прежде всего, руководящая роль коммунистической партии и совершенствование стиля и методов ее деятельности. Надежный гарантий также дает и реальное вовлечение в процесс ускорения широких народных масс через углубление в обществе демократии и самоуправления. Народ руководимой партии это решающая сила ускорения. Гарантией успеха является и то обстоятельство, что процесс обновления носит всеохватный характер, что коренные преобразования распространяются как на базис, так и на настройку, затрагивает экономику, политическую систему, социальную сферу, и культуру. И без такого комплексного подхода попытки улучшить положение дел в какой-либо отдельно взятой сфере жизни были бы обречены просто-напросто на неудачу. Это видно и на примере нашей школы. Как известно, разработка и начало осуществления школьной реформы относятся к периоду до апрельского 1985 года пленума Центрального комитета партии. В то время она не могла сразу набрать нужные темпы и глубину. Для этого требовался, как говорят, иной общественный настрой, другие подходы к решению назревших социальных проблем. Можно со всей уверенностью, товарищи, сказать, что подлинная реформа школы возможна лишь в условиях глубоких общественных перемен. Как известно, в школах, в профтехучилищах, в техникумах и вузах сейчас учатся более 50 миллионов человек, более 50 миллионов учащихся и студентов. Почти половина из них вольется в трудовые коллективы страны уже в текущие и в будущие 13-15 лет. Школа обязана подготовить будущее поколение патриотов интеллектуально, нравственно, психологически для работы в новых условиях, в условиях нарастающего научно-технического прогресса, глобального хозяйственного расчета, демократизации и широкого самоуправления во имя идей коммунизма. Вместе с тем, минувшие годы выявили и значительные недостатки в реализации реформ. Это бесспорный факт. Для многих школ и училищ перестройка работы остается, если будем откровенны, мы так должны говорить, только лишь лозунгом. Главное, нет пока, товарищи, ощутимых результатов в повышении качества обучения и воспитания учащихся. Медленно решаются вопросы компьютерного всеобучия, не искоренен либерализм оценки знаний школьников, часть выпускников профтехучилищ на практике не подтверждает присвоенные им рабочие разряды. Особо хотелось сказать о школьном учителе, без которого, как известно, нет школы, нет образования, нет воспитания. Сейчас в школах и профтехучилищах работает более 3,5 миллиона учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения. Абсолютно их большинство имеет высшее педагогическое и специальное образование. Мы помним своих учителей, питаем огромное уважение к этой трудной и поистине благородной профессии. Она требует от человека полной отдачи его духовных сил, постоянного творчества, душевной щедрости, любви к детям и безграниченной верности своему педагогическому долгу. Советский учитель своим самоотверженным трудом, это так действительно есть, снискал признание всего советского народа. Заметьте, сегодня 197 советских учителей носят высокое звание Героя социалистического труда, 74 почетное звание Народного учителя Советского Союза и свыше 20 тысяч являются заслуженными учителями советских школ. Словом, в стране есть действительно множество талантливых педагогов, которые в полной мере оправдывают доверие общества и вносят, товарищи, реальный клад в осуществление школьной реформы. Вместе с тем, я хотел бы со всей определенности здесь сказать, что в среде учительства можно заметить и многое тревожное. Нередко стали отмечать снижение профессиональной подготовки учителей, отсутствие у некоторых из них подлинной интеллигентности, которая, заметим, всегда относилась с достоинством учителя. Кое-где, прямо скажу, товарищи, появилось равнодушное отношение педагогов к школьной жизни. Естественно, учащиеся чутко на это реагируют. Не идут, как говорят, на открытый, доверительный контакт с учителем. А без доверия, без веры в учителя, а вы это лучше знаете, нет учебы, нет воспитания. Осуществление реформы общеобразовательной и профессиональной школы тесно связано с демократизацией всей жизни нашего общества, в том числе и самой системы образования. Эта связь двойная. С одной стороны, демократизация выступает предпосылкой совершенствования школьного дела, его управления. С другой стороны, школа и профтехучилищ вырабатывают у будущих граждан умение жить и трудиться по законам социалистической демократии. Вот почему школьная реформа в новых условиях крайне нуждается, чтобы инициативно действовали педагогические советы, родительские комитеты, партийные, профсоюзные, комсомольские и пионерские организации, чтобы они брали в свои руки коренные вопросы жизни школы, профтехучилищ, и в то же самое время решительно отказались от мелочной опеки учащихся, шире вовлекая их в школьное самоуправление. Стремление учителя стоять все время над учеником, контролировать каждый его шаг, я бы сказал, это бич нашей школы. С этой точки зрения обстановка в школе вошла в противоречие с процессом демократизации нашей жизни в обществе. Здесь нужна серьезная переделка отношений между учителем и учеником. Здесь нужна широкая гласность, открытость в работе школы, развитие критики и самокритики. Мы часто и справедливо критикуем школу. Ходом реформы не удовлетворена общественность. Диапазон проблем реформы настолько широк, товарищи, что школа одна не в состоянии обеспечить их осуществление. Нужна совместная работа школы и партийных организаций, трудовых коллективов и широкой общественности. Мы говорим, школьное дело – это общепартийное, общегосударственное дело. Хороший, нужный лозунг, но его надо в каждом конкретном случае наполнить конкретным содержанием. Здесь на нашем совещании присутствуют руководители предприятий, организации, учреждений, партийные, советские, профсоюзные, комсомольские работники. Все вы, товарищи, не просто причастны к школы, должны быть не просто помощниками школы, а должны быть активными участниками школьных дел, формирования новых поколений советских людей, достойных продолжателей дела старших товарищей. И в заключении хотел бы сказать следующее. Интерес в нашей стране и за рубежом к политике перестройки, гласность, открытость, ко всему, что происходит в нашем обществе, большой. Буквально мир, что называется, бурлит. Развивающийся в Советском Союзе процессы имеет огромное интернациональное значение, усиливает притягательность реального социализма. В средеклассах противников есть и такие, которые хвалят нас за перестройку. Вкладывая в нее извращенное им угодное содержание, питает надежды на отход Советского Союза от социализма в сторону рыночной экономики и идеологического плюрализма западной демократии. Мы говорим им тщетные надежды. Мы никогда не свернем с ленинского пути, никогда не сдадим завоевание социализма. У нашей страны были просчеты, но они всегда сочетались с реальными успехами. Возьмите близкие нам всем 60-е и 70-е годы о необходимости масштабного подхода к оценке итогов развития страны за этот период говорил товарищ Михаил Сергеевич Горбачев в отчетном докладе Центрального комитета партии 27-му съезду. Они внушительны. Семикратно увеличились основные производственные фонды народного хозяйства. Национальный доход вырос почти в 4-й раз. Жизнь людей стала богаче материальной и духовной. Достигнут военно-стратегический паритет между СССР и Соединенными Штатами Америки. В ту пору, товарищи, я жил в Сибири и работал в Томской и Новосибирской областях. Если бы меня спросили, как я отношусь к тому времени, я бы ответил следующим образом. Это было замечательное время. Это была большая настоящая жизнь. Как говорят, трудных дней было много, но в тягость ни одного. И так могут сказать многие и многие о том времени. Но это, товарищи, лишь одна сторона медали. Наряду с позитивными изменениями в стране в ту пору разрастались отрицательные явления. Темпы развития экстенсивной экономики замедлялись. Получили распространение злоупотребления властью. Падала дисциплина и, прямо скажем, снижался международный авторитет нашей страны. При этом безудержно шло восхваление прежнего руководства страны. Над партией нависла опасность. Все революционные партии, которые до сих пор гибли, учил Владимир Ильич Лень, гибли от того, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила и боялись говорить о своих слабостях. Следуя Ленинскому завету, партия не побоялась посмотреть прямо в глаза действительности и, говоря ленинскими словами, не всегда приятной, а иногда не совсем приятной, беспощадно вскрыла ошибки и, самое главное, что активно, энергично занялась их устранением. Все это вместе взятое и составляет настоящую полную правду, диалектическое понимание сути того времени. Мы должны вырабатывать у молодежи, в том числе школьной, больше уважения к тому, что достигнуто всеми поколениями советских людей, к нашему историческому опыту, осмысливая плюсы и минусы нашего движения вперед и извлекая уроки. Это важное направление образования и коммунистического воспитания учащихся молодежи. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня в Институте медико-биологических проблем завершился основной эксперимент по программе подготовки полета биоспутника. Через несколько минут здесь, на Земле, откроют крышку биоспутника и оттуда появятся последние претенденты на космических полет. А сколько их было всего? Таких животных мы готовим, в частности, обезьян. В настоящий момент партию из 10 макак-редусов, из них 2 обезьяны, находятся в этом объекте. Но кто полетит, Вы еще не знаете? Кто полетит, конечно, мы не знаем. Я Вас попрошу, прежде чем мы начнем подробно рассказывать, что будет происходить здесь, скажите, какие основные задачи Вы ставили в этом эксперименте? Основной задачей этого эксперимента является проверка, в первую очередь, работоспособности аппаратуры систем жизнебеспечения животных и других биологических объектов, которые находятся в данном биоспутнике, а также работоспособность аппаратуры регистрации физиологической информации. Предстоящий полет биоспутника рассчитан на 14 дней, и ровно столько же времени провели в нем животные здесь, на Земле, в условиях, близких к тем, что предстоит в космосе. Даже встреча получилась торжественная, и явно, вот Вы сейчас увидите, явно вызвала удивление. Во время эксперимента не было только двух основных компонентов, которые больше всего интересуют ученых. Невесомости и радиации. Все остальное было. И перегрузки на центрифугах, и напряженная работа как людей, так и животных. Я не оговорилась. Обезьяны работали. У них выработаны рефлексы, и они должны реагировать на положительные, и не реагировать на отрицательные сигналы. Если они действуют правильно, то немедленно получают из правого мундштука сок. Левый — это питание, которое они получают два раза в сутки, независимо от своего поведения. Таким образом будет изучаться космическая форма болезни движения, функционирование вестибулярного аппарата, высшая нервная деятельность. Предстоит исследовать и влияние усталости, стрессов на сон. Ну а сейчас самое главное — выбрать тех, кто полетит. Поэтому анализы, как вы видели, это вызывает большое неудовольствие, так же, как и осмотры врачей. Почему надо отрабатывать на животных? Ведь у нас люди часто летают в космос и живут там значительно дольше, чем предполагается в этом полете. Тут два ответа на этот вопрос. Ну, прежде всего, потому что нас особенно интересуют начальные стадии приспособления организмов, живых организмов, включая человека, к космическим условиям полета. И мы должны это детально изучить. Вот почему возвращаемся к коротким полетам. И второе, то что увеличение длительности полетов достигается главным образом совершенствованием системы медицинского контроля. Мы вынуждены использовать специальные приемы, инструменты, операции, с помощью которых мы готовим животных, с тем, чтобы получить очень подробную и полную информацию о деятельности сердечно-сосудистской системы, центральной нервной системы и даже отдельных нервных клеток, что нам крайне важно. То есть вы, естественно, не можете вживлять электроды человеку, а это необходимо. Поэтому приходится отрабатывать это на животных. Совершенно верно. Скоро уйдет в космос восьмой биоспутник. Надо сказать, что ученые хотели бы отправить в космос уже летавших пассажиров. Но от запуска до запуска они успевают так вырасти, что не помещаются в спутник. Сегодня товарищ Демичев принял в Кремле участников, проходящие в Москве встречи главных редакторов журналов и других изданий социалистических стран, освещающих деятельность органов государственной власти и управления. Товарищ Демичев подробно ознакомил журналистов с реализацией в Советском Союзе планов ускорения социально-экономического развития, перестройкой всех сфер общественной жизни. Сегодня же товарищ Демичев принял в Кремле делегацию Национального народного собрания Гвинеи БИСАУ во главе с кандидатом члены Политбюро ЦК ПАИГК первым заместителем председателя собрания Марио Мендешем Курейей. В обстановке дружбы и взаимопонимания состоялся обмен мнениями по некоторым ключевым проблемам международного положения и ситуации на африканском континенте вопросом развития советско-гвинейских отношений. Товарищ Демичев привлек внимание делегации к новым советским мирным инициативам, направленным на создание всеобъемлющей системы международной безопасности, установление нового экономического порядка, реализацию принципа разоружения для развития. Марио Мендеш Курей заявил, что с самого начала борьбы за независимость гвинейский народ ощущает поддержку Советского Союза на пути прогрессивных преобразований. Особую ценность для Гвинеи представляет советский опыт по перестройке управления народным хозяйством. Сегодня в ЦК ВЛКСМ состоялась пресс-конференция для журналистов с бойцами студенческого строительного отряда, выезжающего в Демократическую Республику Афганистан. Впервые за всю историю отношений между нашими странами едут студенты работать в Афганистан. Почти все из них бывшие воины-интернационалисты. Это от них в адрес 20-го съезда ВЛКСМ поступали многочисленные обращения с просьбой сформировать такой отряд. И вот отряд безвозмездного труда создан. Студенты 9 вузов Днепропетровска, Ленинграда, Москвы, Новосибирска, Свердловска, Челябинска примут участие в реконструкции Кабульского домостроительного комбината, который был построен Советским Союзом и в 1962 году передан в дар народу Афганистана. Вы служили там, и я знаю, что вам приходилось непросто. Какое чувство у вас сейчас перед отъездом? Ну, прежде всего, у меня масса впечатлений. Этой цели мы добивались очень долго со своими товарищами. Я считаю, и мы все считаем, служившие там, что помощь, оказанная нами ранее, помощь с оружием в руках, она не более важна, чем помощь та, которую мы выполним в качестве бойцов строя отряда. В свое время, когда я служил, там был командир Кабульского аэропорта Саид, насколько я знаю. Вот сейчас бы очень хотелось с ним встретиться. Интересно, узнает он меня или нет. Кто прошел школу Афганистана, тот поймет нас. Почему мы туда едем, какие у нас стремления, желания. Мы в этих вопросах всегда сходимся. Ну, а почему вы едете все-таки? Вы знаете, Афганистан, это... Я не служил в Афганистане, я еду туда первый раз. Но у нас столько связано с Афганистаном. Обычные нормальные ребята, понимаете, обычные нормальные люди. Но в нужную минуту эти люди делали дело, делали очень важное дело. И с такими ребятами просто спокойно, понимаете. Вы где учитесь? Днепропетровский сельскохозяйственный институт. А, да? Новосибирский медицинский институт. То есть юг и север. Да, да. И вот сошли здесь, в Москве. В Чатокуа продолжается встреча советской и американской общественности. Все последние дни на улицах американского курортного городка Чатокуа можно встретить группы дружески беседующих американцев и советских людей. Словно выплескивается на зеленой площади и улице Чатокуа возросший интерес американцев к переживающему перемены Советскому Союзу, к развитию наших отношений. Этот интерес ясно звучит на заседаниях и в дискуссиях с изложением советской позиции важнейшей области сокращения вооружений и по разоружению на пленарном заседании конференции выступили советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне Соколов и генерал-полковник Червов. Была, в частности, отмечена целая серия конструктивных предложений Советского Союза в этой области. В ином, конфликционном духе было выдержано выступление на заседании специального помощника президента США Фрица Эрмарха. Он лишь вскользь затронул жизненно важную проблему разоружения, но зато сделал акцент на критику в искаженном свете, изложенной позиции Советского Союза по региональным проблемам и в области прав человека. Пожалуй, наиболее остро проходил круглый стол по правам человека в Чатоке. Американские участники круглого стола говорили только о проблеме гражданских прав в Советском Союзе. Но у них не нашлось ни единого критического слова в адрес нарушения гражданских прав миллионов американцев, бездомных и безработных, темнокожих и индейцев, других обездоленных Америки. Советские участники круглого стола призвали к комплексному подходу в решении проблемы гражданских прав и в политической, и в социальной, и в экономической областях. Мне нравится атмосфера откровенности в Чатокове, где у каждого своя точка зрения, ее можно свободно высказывать. Я с удовольствием вспоминаю также нашу поездку в Юрмалу в Советский Союз в сентябре прошлого года. И нам там тоже разрешили свободно высказывать свою точку зрения, выступать по советскому телевидению. Думаю, что на таких встречах, как эта, мы сможем добиться нашей цели, более безопасного мира для нас, наших детей и внуков. Передача о состоявшейся в Чатокове дискуссии между участниками конференции будет передана сегодня по первой программе в 23 часа 15 минут. Американские боевые корабли в Персидском заливе находятся в полной боевой готовности и внимательно следят за действиями иранской стороны. Телекомпания BBC указывает, что пока там наблюдается лишь война нервов, однако любой неосторожный шаг может привести к эскалации боевых действий. В настоящее время продвижение кувейтских танкеров под американским флагом временно приостановлено из-за плохих погодных условий в районе Персидского залива. Несмотря на сильный шторм и плохую видимость, американские боевые корабли продолжают тщательно охранять танкеры. В северной части залива курсирует десантный вертолётоносец ВМС США Гуадал-Канал, готовый в любой момент присоединиться к конвою. Сегодня в Бонне состоялась пресс-конференция канцлера ФРГ Гельмута Коли. Он изложил позицию своего правительства в вопрос о 72 ракетах Першинг-1А с американскими ядерными боеголовками. Канцлер вновь утверждал, что эти ракеты с ядерными боеголовками не были и не могут быть предметом советско-американских переговоров в Женеве. Учитывая настроение мировой общественности, канцлер не исключал возможности отказа ФРГ от модернизации Першингов-1А и их ликвидации. Президент Франции Франсуа Миттеран встретился с прибывшим во Францию председателем правительства Испании Филиппом Гонсалесом. Как явствует из состоявшейся после встречи беседы Миттерана и Гонсалеса с журналистами, в ходе нынешних франко-испанских переговоров, стороны основное внимание уделили вопросам расширения военного сотрудничества западноевропейских стран, анализу проектов создания в Западной Европе новой военной структуры. В Никарагуа в соответствии с соглашением о путях установления длительного и прочного мира в Центральной Америке, подписанном главами государства регионов Батемали, создана комиссия по национальному примирению. В ее состав вошли вице-президент Никарагуа Рамирес, руководитель оппозиционной социал-христианской партии Диас, кардинал Мигелю Банду и Браво, независимый общественный деятель Густаво Арагун. На сегодняшний день Никарагуа единственная страна в Центральной Америке, выполнившая этот пункт Гватемальского соглашения. Генеральный секретарь Национального союза горняков ЮАР Ромофоза выступил в Йоханнесбурге по окончании первого раунда переговоров с предпринимателями. На переговорах был достигнут определенный прогресс. Владельцы шахт предложили расширить некоторые льготы рабочим, а также увеличить пособия семьям погибших на производстве. Сегодня на всех 56 парализованных с тачкой предприятиях проводится голосование среди рабочих по вопросу о том, продолжать ее или прекратить, приняв предложение предпринимателей. Несмотря на объявления президента Карасона Кина о частичном снижении цен на бензин и другие нефтепродукты, поднятых 15 августа по решению правительства в среднем на 20%, несколько профсоюзных объединений начали сегодня забастовку, охватившую промышленные центры страны. В разных городах Филиппин сегодня произошли столкновения участников всеобщей забастовки с полицейскими. В городе Бакур полиция применила огнестрельное оружие. В результате два человека получили ранения. В ряде районов Манилы группы рабочих и студентов воздвигли баррикады. В Маниле арестованы 12 участников забастовки. В Кодже и других городах Южной Кореи сохраняется напряженное положение. Не прекращаются бурные выступления трудящихся и стычки с полицией. Сегодня администрация верхней компании Teo Shipbuilding and Machinery объявила о разрыве приговоров с местным забастовочным комитетом. После этого более тысячи рабочих собрались у больницы, где находится тело Лисо Киу, убитого полицией в минувшую субботу. Они потребовали немедленной отставки министра внутренних дел и руководителей сил безопасности, ответственных за кровавые расправы над забастовщиками. Правительство Шри-Ланки сегодня отменило комендантский час практически на всей территории страны. Он был введен после произошедших в столице и ее окрестностях столкновений на этнической почве между представителями Сингальской и Томийской общин, в результате которых погибли более 70 человек. В Панаме после нескольких дней относительного спокойствия вновь вспыхнули студенческие волнения и беспорядки. В столице страны состоялась антиправительственная манифестация студентов. Выступления экстремистов направляются по-прежнему лидерами ультраправой организации «Национальный гражданский крестовый поход», действия которой, в свою очередь, откровенно поощряются и финансируются Вашингтоном. В американском городе Новый Орлеан открылась советская передвижная выставка «СССР. Человек. Семья. Общество». Орлеан – жемчужина американского юга. Современные небоскребы взметнулись ввысь над старыми улочками французского квартала. Портовый город стал своеобразными воротами советско-американского делового сотрудничества. Понятен в этой связи интерес новоорлеанцев к нашей стране выставки «Советский Союз. Человек. Семья. Общество». Ее открывает первый заместитель председателя президиума торгово-промышленной палаты СССР Владимир Плетнев и мэр Нового Орлеана Сидний Бартоломий. Выставка проводится в рамках программы сотрудничества и обменов между Советским Союзом и Соединенными Штатами, подписанной в Женеве во время встречи товарища Горбачева и президента Рейгана. Гостей-посетителей выставки встречает летчик-космонавт Николай Рукавишников. Участник советско-американской программы «Союз Аполлон» и трех космических полетов он рассказывает об орбитальном комплексе МИР, о программе исследования Марса, о нетрадиционных методах диагностики состояния здоровья космонавтов перед полетом. Огромный интерес американцев вызывает... ...работа известного доктора-профессора Гавриила Элизарова. Экспозиция религии в СССР привлекла внимание посетителей в связи с приближающимся тысячелетием русской православной церкви. А теперь первое впечатление. Культурный обмен очень важен для наших отношений. Думаю, что мы многое узнаем о вашей стране, так же, как советские люди, посетители американской выставки в СССР, о нашей. Самое большое впечатление на меня произвел сам факт проведения советской выставки в Новом Орлеане. То, что мы можем поговорить друг с другом, ведь деловые связи невозможны без общения партнеров. Здорово. Мне все понравилось. Все, что привезли из Советского Союза. Все интересно. Здесь, в Новом Орлеане, выставка продлится до 15 сентября, а затем начнет свое путешествие по другим городам Америки. В индийском городе Виджаявада открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину. Город Виджаявада – один из крупных промышленных, торговых и политических центров Юга Индии. Он славится своими традициями организованного рабочего движения, которым уже многие годы руководят коммунисты. В 1982 году трудящийся и муниципалитет города, в котором в то время большинство принадлежало коммунистам, предложили создать памятник Ленину. В практической реализации этого предложения активное участие принимали и нынешние городские власти, представляющие партию Индийский национальный конгресс ИНД. Владимиру Ильичу Ленину, созданного советским скульптором Юрием Ореховым, принимал участие буквально весь город. Слова, высеченные на гранитном постаменте. Основателю первого в мире социалистического государства Владимиру Ильичу Ленину. Выступавшие на митинге отмечали, что имя Ленина пользуется в Индии любовью и уважением. Вся деятельность советского государства, созданного Лениным, встречает поддержку индийской общественности. Смелые широкие преобразования, происходящие сейчас в Советском Союзе, подчеркивалось на митинге, свидетельствуют о том, что ленинские революционные идеи продолжают жить и работать на благо социализма. Чуккапали Питчая возглавил Организационный комитет по созданию памятника. Мы выражаем глубокую благодарность общественности, народу Советского Союза, говорит Чуккапали Питчая, за помощь, оказанную нам в создании памятника великому Ленину в нашем городе Виджайвада. Мы гордимся тем, что наш город стал вторым в Индии после Калькутты, где установлен монумент подающемуся мыслителю и государскому деятелю, основателю советского государства, с которым нас связывает самая искренняя дружба. На греческом острове Левкаде прошел международный фольклорный фестиваль. Проведение этого фестиваля стало уже традицией. В течение недели проходили выступления самодеятельных коллективов. Гости фестиваля имели возможность познакомиться с фольклорным искусством 11 стран. Нашу страну представлял народный ансамбль песни и танца «Нистрений» из Молдавии, в репертуаре которого музыкальные и хореографические произведения народов Советского Союза. Атмосфера дружбы, которая царила на этом празднике народного искусства, вполне соответствовала главному девизу фестиваля «За мир и братство народов». На фестивале в Левкаде не присуждается никаких наград, за исключением одной – медали мира. Мы стремимся содействовать сближению и взаимопониманию народов. Поэтому несколько лет назад была учреждена медаль мира. Мы решили каждый год награждать ею государственных и общественных деятелей, а также различные организации за выдающийся вклад в дело укрепления мира. В этом году медаль мира присуждена советскому руководителю Михаилу Горбачеву, что является признанием огромной роли советского государства в борьбе за мир и безопасность народов. Медаль мира была передана представителям советского посольства. Муниципальному совету и жителям Левкады была выражена благодарность генерального секретаря ЦК КПСС за присуждение ему медали мира за 1987 год, а также пожелание успехов греческим сторонникам мира в их благородном движении. Здравствуйте, товарищи! Конец августа богат спортивными событиями. Проходит сразу несколько чемпионатов мира и Европы. И это не случайно, ведь приблизительно в эти же сроки через год состоятся Олимпийские игры. И, естественно, желание международных федераций и спортсменов скопировать подготовку к главному старту четырехлетия. Итак, Вена чемпионат мира по велоспорту. В Гите на тысячу метров золотая медаль у Мартина Винникомба из Австралии. В финале он выиграл у Йенса Глюклиха из ГДР. Бронзовая награда у Константина Храбцова. И это успех, так как четыре года советские велосипедисты не входили в призеры в этом виде. В финале гонки за лидером выступит Александр Романов. Хорошо выступают в предварительных заездах наши мастера в индивидуальной гонке-преследовании. Вячеслав Якимов показал время выше собственного мирового рекорда 4 минуты 27,65 секунды. Правда, еще быстрее на 54,00 секунды был австралиец Дин Вудс. В Дании на мировом первенстве по академической гребле все советские экипажи добились права выступать в полуфиналах. Москва, чемпионат Европы по хоккей на траве. К командам Англии, ФРГ и Голландии, которые досрочно завоевали место в полуфиналах, присоединилась и советская сборная. Сегодня она играла с лидером группового турнира хоккеистами ФРГ. Когда на поле видишь в исполнении игроков высокую технику, то по неволе испытываешь симпатии к этому виду спорта. Западно-германская команда одна из ведущих в мире, и это она еще раз подтвердила. Возможно, авторитет соперника настолько давлел над сборной СССР, что она, думается, так полностью и не показала своего мастерства. Правда, защищалась стойко и самоотверженно. Особенно хорош был вратарь Плешаков. И все-таки за три минуты до конца встречи Блехнеру удалось отправить мяч в ворота. Несмотря на поражение, советские хоккеисты заняли второе место в группе и вышли в полуфинал. Матч лидеров группы А, команд Голландии и Англии, носил скорее престижный характер. А возможно, обе сборные заглядывали уже в будущее, прикидываясь, кем выгоднее играть в полуфинале. Во всяком случае, чемпионы Европы, голландцы, инертно провели всю встречу, так и не использовав свой атакующий потенциал. Англичане дважды заставляли соперника начинать с центра поля. Итак, 28 августа в полуфиналах встречаются сборные СССР и Англии, ФРГ и Голландии. Через два дня, 28 августа, в Канаде начнется розыгрыш Кубка Канады по хоккею. Последние контрольные матчи провели участники этого турнира. Сборная СССР уступила команде Канады со счетом 2-5, причем после второго периода наша команда выигрывала со счетом 2-1. Чемпионы мира шведы сыграли в ничью 5-5 с Олимпийской сборной Канады, а сборная Чехословакии выиграла у финнов 6-1. По сведениям Гидромедцентра СССР, завтра днем. В Эстонии 17-22 градуса, дожди, грозы. В Латвии 16-21, дожди, грозы. На востоке 25-27 градусов. В Литве 18-23 градуса, дождь, гроза. На Украине 25-30, на западе дожди, грозы. В Карпатах сильные ливни, шквалы. Температура 20-25 градусов. В Молдавии 23-28 градусов, дожди, грозы. В Мурманской области 8-13, ночи на востоке заморозки, до минус 3 градусов. В Карелии 11-16 градусов, ночи заморозки, до минус 3. В Архангельской области 12-17, ночи заморозки, до минус 3 градусов. В Ленинграде 18-20, во второй половине дня дождь. В Москве ночью 8-10, днем 21-23 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова